всем вам зрителям огромный привет наконец-то дождались сегодня будет видео про отношения точнее про онлайн знакомства и мои советы как вы помните для тех кто смотрит меня давным-давным давно я раньше обожала сидеть в интернете и знакомиться онлайн у меня даже было очень старое видео где я давала свои молодые советы начинающим девчонкам самом деле они отлично подойдут и для парней вот сегодня хочу сублимировать свой опыт и рассказать что почем на примере приложения мамба ссылка на него будет под видео девушки частенько опасаются знакомиться онлайн потому что заблуждение номер один уверены что там обитают какие-то сплошные неликвиды отверженные жизнью любовные квазимоды которых уже все бросили к замок на самом деле там сидят те же самые люди что окружают вас в любом оффлайн месте примерно срез общества находится в интернете миф номер 2 крайне распространенные в условиях наших русских реалий если знакомиться то только исключительно для цели выйти замуж только наметки появляются на то что вам там кто-то симпатичен опа 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 надо записать дневничок как будет звать наших внуков мужчина и за километр ощущает когда девушка одержима мани выйти замок когда вы испускаете вокруг себя феромоны несостоявшегося замужества этим и самым показываете ну как бы собственно невостребованность зачем какой-то конкретный парень должен обращать на вас внимание когда как бы ну извините не надо никому не надо и мне все очень круто окружать себя потенциальными поклонниками ухажерами да чтобы они ну словно говоря бились за ваше внимание есть крутая русская поговорка плохой же не хорошему дорогу показывает поэтому не бойтесь знакомиться онлайн можно для огромного количества целей дружбы общения по интересам совместного занятия спортом путешествий на примере свои анкеты в приложении мама которая сделала специально для этого видео можно посмотреть что реально выбрать абсолютно разные интересы их здесь достаточно много можете листать список например я указала личностный рост самообразование потому что обожаю с каждым днем становиться все лучшая версия себя третий миф это то что мужчины без фотографий в профиле это крайне страшные люди у которых все не сложилось пропорции искажены и общем все настолько плохо что не бояться явить себя миру но как вы посмотрите самом деле таких анкет огромное количество причины могут быть разные начиная от того что мужчина женат но как я сталкивалась очень часто допустим положение человека до обязывает его соблюдать некую конспирацию и он не хочет чтобы реальное его окружение узнала что у него там не получается оффлайн найти девушку поэтому они с удовольствием вам могут по запросу прислать фотографию до чуть ли не сфоткаться с газетой текущего дня чтобы вы не сомневались что это реально его фотка и на самом деле это не проблема поэтому я бы посоветовала не пренебрегать обезличенными профилями если в них вас что-то заинтересовало в свою очередь хочу посоветовать парням обязательно заполняйте свои анкеты и добавляйте туда фотографии лично мне не нравится когда парни сходу пишут либо какую-то банальщину типа привет как дела либо начинают обращаться с ласковых имен зайка солнышко малепусенька моя утепутечка человек разбрасывается этими словами направо и налево соответственно он это говорит всем подряд и эти слова для него вообще ничего не значит гораздо приятнее на самом деле когда какое-то слово ласково произносится очень осмысленно и ты понимаешь что за этим стоят реальные переживания то что человек тебе испытывать симпатию ты запал ему в душу поэтому я бы посоветовала парням ни в коем случае не кидаться вы думаете что это очень круто выглядит что вы там девочку назвали солнышком и она же тихонечко осекать станишки кстати даже если кто написал мне было несколько соответствующих сообщений например ты супер солнышко во втором письме хотя я еще не успела ответить и на первое большинство адекватных девушек возникает вопрос и мне не знаешь здрасте приехали и соответственно дальнейшие ваши слова также подвергаются недоверию следующий пункт на который я советую обратить внимание насколько человек легко и просто переходит в реал насколько быстро он предлагает встретиться почему потому что мне кажется на этом этапе мужчины демонстрируют разборчивость крайне важное качество безотносительно вашего пола но смысл в том что если он тогда когда вы только узнаете друг друга и все трудозатраты это стуканье по клавишам уже демонстрирует нетерпение то возникает вопрос насколько он будет готов вкладываться в отношения дальше прикладывать усилия для того чтобы вас узнать и вообще мне этот подход очень напоминает конвейер когда там следующая 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 глядишь какая-то да зацепит какая-то до согласиться плюс в этом подходе очень много общего с пикапом а пикаперы обожаю делать ставку на количество потому что им проще предложить в лоб близкие отношения одна глядишь ты согласиться чем начинать каждую уговаривать парни многие не любят заполнять свой профиль и я не знаю на что они рассчитывают особенно учитывая что профиль это единственный источник информации поэтому если он пустой но это как ходить по улице прикрывшись газеткой знаете вот на лепить на лицо и разговаривать через генератор электронного голоса потом удивляться что вас не могут рассмотреть личность надо понимать что профиль в сети это ваше лицо поэтому круто когда вы внесли в него авторскую нотку поработали над ним есть какие-то такие необычные факты сучки задоринки за которые может зацепиться глаз и которые позволят выделиться вам из множества других анкет то что меня в свое время раздражало просто невыносимо это банальные фразы привет как дела в начале знакомства возможно парни между собой не общаются и не в курсе что эту фразу друг другу пишут все очень очень пропагандируют то чтобы приветственная фраза была насколько возможно оригинально самый крутой выход это предварительно посмотреть анкету девушки понять что там есть такое необычное да и написать и именно личное приветствии кстати в приложении мамба за копипаст полагается банк если копировать одну и ту же фразу и рассылать ее разным людям то система это вычисляет и человек блокируется где встречается лично мне кажется очень странно когда погода не располагает вообще то есть за холод мороз или наоборот 40 градусная жара или ливень и вам предлагают гулять я выступаю за встречу в кафешке если девушка воспитанная то она не будет себе заказывать 85 салатов она не будет предварительно голодать до для того чтобы потом вот она но скорее всего закажет себе чай со стороны парня мне кажется этим демонстрируется готовность создать для встречи максимально комфортные условия приложение для знакомств это не какая-то каста избранных это срез общества соответственно люди там могут быть разные надо подстраховаться в частности обязательно если вы идете на встречу оставлять там подругам родственникам адреса явки пароли не садиться в машину к незнакомому человеку если вдруг вас так угораздило то отсылать номер причем чтобы водитель об этом знал назначать встречу в людном месте лучше днем взять на собой берите деньги разные есть экземпляры некоторые вас могут вдруг там решить проучить если вы не знаю не ответите бурными возгласами на какой-нибудь очень сомнительное предложение фотографии должны быть художественными вы подчеркивает достоинством в то же время они не должны быть неправдоподобными потому что вам скорее всего будет очень неприятно и молодому человеку тоже когда вы там за фотошопите себе 90 60 90 при этом последняя цифра это ваш вес а средняя цифра этого срос и когда вы встретитесь до его кисло лицо в общем скорее всего вам очень испортит настроение количество фоток я бы посоветовала 5 10 но не надо делать одинаковые сэлфи то есть только вы видите что здесь у вас губки у . это у вас скула хорошо видно для всех остальных людей это одинаковая фотография поэтому смотрите чтоб реально они были разные также столпой подруг или родственниками не надо потому что это крайне не информативно что касается моих фотографий например загрузила 7 штук и как видите они абсолютно разные есть парочка профессиональных фотографий возле нашего фонтана мне кажется очень красивое место но и каждая фотография в чем-то демонстрирует мое преимущество например довольно стройные длинные ноги наличие некоторых форм и выпуклостей отсутствие глобального лишнего веса когда-то я читала историю девушки которая ознакомилась в интернете у нее был единственный критерий к парням чтобы они не были ниже вот она общалась долго с одним мальчиком после длительного общения когда они встретились оказалось что он сильно ниже чем она и в общем сразу в лоб задала ему вопрос типа зачем же ты обманывал вот к чему было завышать себе настолько рост он не ответил да кто ж мерить будет же самое относится фотографиям 20-летней давности вы можете подумать кто что он поймет что это девяносто восьмой год но поверьте при встрече поймут не вам не мужчине это ни к чему интересная статистика приложения мамба это то что мужчины указывают в интересах брак семью отношения чаще всего в декабре то есть в конце года и объясняется судя по всему это тем что конец года это время подводить итоги многие начинают задумываться что вот к чему пришел самое крутое время знакомиться для серьезных отношений это на самом деле именно конец года с момента создания анкеты я получил огромное количество сообщений от мужчин да мне был вип статус возможно это как-то повлияло но в целом хотя бы при малейшем недостатке общения с парнями это можно было легко и сразу компенсировать самый самый важный опыт который я вынесла это то что нужно относиться к парням с некоторой легкостью и отбить навсегда у себя желание видеть мужа в каждом первом встречном особенно когда этот мужчина еще вообще палец о палец не ударил для того чтобы вас завоевать так что всех целую надеюсь вам эти советы пригодятся и всем пока